Работу на птицефабриках, золотых шахтах и металлургических предприятиях предложили жителям Верхнего Уфалия. Там провели первую ярмарку вакансий для тех, кто потерял работу после закрытия градообразующего предприятия Уфалии Никель. Помочь людям с поиском работы требовал губернатор Борис Дубровский. Вакансии предоставили 11 ведущих предприятий Урала и более сотни горожан уже нашли работу. На ярмарке представлено 317 вакансий. Уфалийцам предлагают устроиться на машиностроительные, металлургические, сельскохозяйственные и кондитерские предприятия Челябинской и Свердловской областей. Многие работодатели готовы предоставить служебное жилье. Самая большая очередь образовалась у стенда Юж-Урал-Золото. Там предлагают среднюю заработную плату в 25-35 тысяч рублей. О результатах работы Борису Дубровскому докладывает первый вице-губернатор Евгений Редин. С предложениями работодателей на первой ярмарке вакансии ознакомились около 800 человек. И проводить такие сборы будут каждый месяц. Они заточены целевым образом на небольшое количество предприятий. Если бы здесь 11 работодателей было, то обычно в целевых мы используем до 5 работодателей. Там, конечно, поменьше охват, но, тем не менее, это тоже результат. Поэтому считаем, что результативность есть от подобного рода мероприятий. По данным службы занятости, на сегодняшний день в Верхнем Уфале насчитывается полторы тысячи безработных. Большая часть из них бывшие сотрудники Уфале и Никеля. Весной предприятие сократило почти 2000 человек. Тогда губернатор Борис Дубровский поставил задачу перед правительством трудоустроить людей и снизить уровень безработицы с 11 до 5%. Следующие ярмарки намечены на 26 сентября и 5 октября.